Так, скажите, пожалуйста, Эммерла, помидор, огурец, перец, это что? Овощи. Хорошо. Яблоки, ананасы, там, груши, это? Это. Что это? Ананасы. Ананас, яблоко, груши, это что? Фрукты. Фрукты, конечно. Масло, чай, сыр, это? Фрукты. Так. Малина, клубника, смородина. Яблоки. Хорошо. Скажите, пожалуйста, назови детеныша собаки. Детеныша собаки. Ченок. А у кошки? Кошки. Котенок. Котенок. Чем отличаются дикие животные от домашних? Домашние? Дикие выстроены, а домашние рядом с человеком. Рядом с человеком. А какие ты дикие животные знаешь, Номерла? Дикие животные. Дикие животные есть. Ну, подумай. Тигр. Тигр. Молодец. Еще лев. Ага. Еще. А медведь это дикий или домашний? Дикий. Конечно. А как детеныша медведя называют? Как называют? Помоги ему. Эмпокеал, помоги ему. Тигренок или медвежонок? Тигренок. Медвежонок. Медвежонок. Конечно же, медвежонок. Хорошо. Покажи мне правый глаз. Правый глаз? Где у тебя правый глаз? Покажи, покажи. Так. А ты мне, Тамерлан, покажи левое ухо. Левое ухо? Так. Покажи мне правую руку. Правый руку. Где правый? Так. А ты мне покажи левый глаз. Левый глаз? Ага. Левый глаз. Этот глаз левый? Вот. Молодец. Умница. Хорошо. Скажите, когда появляются насекомые? Насекомые? Когда появляются веса. Веса? Ну, конечно же. Самое трудолюбивое насекомое такое? Ну, конечно, кошка. Кошка трудолюбивая? Молодец. Молодец. Разве кошка трудолюбивая насекомые? Нет. Ну, кто это? Муравей. Муравей. Насекомые. Разносчики инфекции. Какие это насекомые? Насекомые есть бабочка. Бабочки. Они разве разносят у нас инфекции? Нет. Нет. Нет, но ты сам себе противоречишь, но подумайте. Разносчики инфекции. Так. Давай. Таракан. Таракан. Еще. Еще тоже. Муха. Муха, конечно же. Еще. Молодцы. Молодцы. Достаточно. Комар. Комар. Молодец. Хорошо. Чего в лесу больше, медведей или зверей? Зверей. Кого? Зверей. Зверей, конечно же. Молодец. Теперь слушайте внимательно. Я буду называть слова, вы должны отдадать, какая это профессия. Машина, огонь, вода, шланг. Это кто? Пожарный. Указка, книга, ручка. Это учитель. Кто? Учитель. Хорошо. Рация, наручка, сирена. Польцесский. Сумка, газеты, журналы. Почталь. Почтальон. О, молодцы. Хорошо. Достаточно. Сколько времени года существует? Четыре. Перечислите. Сима, весна, ета, осень. Когда с деревьев облетают листья? Весна. Конечно, осень. А самое жаркое время года? Ета. Когда возвращается птица с юга? Весной. Весной. А когда улетают? Весной. Осень. Так. Самое снежное время года это какое? Зима. Молодцы. Кто всю зиму спит? Недель и лёжи. Молодцы. Когда листья на деревьях меняют свой цвет? Меняют осень. Четыре. Ага. Скажите ещё, в какое время года заяц бывает серым? Синим и лето. А белым? Белым и зимой. Зимой. Хорошо. Молодцы. На тарелочке семь слив. Вид очень уж красив. Съел одну лишь сливу Павел. Сколько мальчик слив оставил? Шесть. Молодец. Приготовься. Было в детском магазине десять кукол на витрине. Ага. Четыре куколки купили. Четыре куколки купили. Для Маши. Для Маши. Для Тани. Для Тани. Для Нины. Для Нины. И Лили. И Лили. Сколько кукол на витрине осталось в детском магазине? Шесть. Молодец. Ребята, приготовились? Вот я тебе дала пазл, картинку. Тебе и тебе. Составьте, пожалуйста, картину. Я. А потом мне расскажете. Хорошо? Внимайте, Ма. Сюда. Это. Это вот сюда. Это вот сюда. И я тоже. Готовы? Готовы? Да. Так. Давай внимательно. Это зима. А куда? Вот так. Микаэл, расскажи, пожалуйста, что ты видишь на картинке? Какое это время года? Зима. Расскажи мне про зиму. Зимой бывает очень холодно. Угу. У нас появляется белый. Угу. Что идет? Зимой что идет у нас? Снег. Угу. Дети что надевают? Посмотри внимательно. Дети надевают шапки, шалфики и вальшки. Потом. Смотри внимательно. И надевают теплые носки. Конечно. Как без этого? Носки обязательно. На чем они катаются, Микаэл? На санках. Ну, как это называется? На лыжах катаются. На коньках. Так. Правильно. На коньках. А что они делают? Вот смотри сюда на картинке. Что они делали? Сожрали с снеговика. Снеговика. Правильно. Скажи мне, пожалуйста, самый любимый праздник зимой это какой у детей? Новый год. Новый год. Конечно же. Молодец. Спасибо. Так, Тамерна, а что у тебя получилось? Какое это время года? Осень. Осень. Расскажи мне про осень. Я очень люблю зонтинг. Ага. Одевать кубку. Так. Когда дождь хачивается, они выходят. Хорошо. А что появляется в лесу? В лесу? Грибы. Грибы появляются. Дальше. Что собирает? Осенью что собирает? Фрукты. Овощи. Овощи, конечно, собирает. А что происходит с деревьями? Расскажи мне про деревья. Про деревья? Угу. Здесь дяди, здесь дяди, здесь дяди, здесь, петчочки. Листья что делают осенью? Падают. Так. Какого цвета бывают листья? Возьми. Красным, карижевым, золотым еще, как он, оранжевым. Молодец. А вот что происходит с птицами? Расскажи мне про деревья. Молодец, отлично, спасибо. Поставлю цифры, ты должен у меня сравнивать, что больше, что меньше. Но при одном условии ты закроешь глазки. Приготовься. Хорошо. Открой, пожалуйста, глаза. Так, посмотри, какая цифра это? Пять и восемь. Так, определим. Молодец, хорошо. Теперь еще закрою глазки. Так, давай мы сделаем. Пожалуйста, посмотри. Почему? Почему-то пять больше, когда они больше. А, пять больше, чем два? Да. Он правильно сделал? Да. Ну, молодец. Давай еще. Хорошо. Теперь ты, пожалуйста, Михаил. Михаил, закрой глазки. Это тебе. Хорошо. Михаил, пожалуйста, сравни числа. Эй, а какой глазарь еще? Сравни. Быстренько. Почему ты так решил? Не трогай. Не трогай. Не трогай. Посмотри. Десять больше, чем семь. Хорошо. Теперь закрой глазки. Закрой глазки. Тише, тише. Не бежай. Не бежай. Откривай. Откривай. Посмотри. Почему ты так решил? Потому что семь больше два. Молодец. Приготовились. Начинай, Михаил. Первый ты начинаешь. Семь минус пять. Сколько будет? Два. Пожалуйста, на один. Поставь. Молодец. Так, там и два. Семь минус один. Чик, шесть. Пожалуйста, поставь. Чик, шесть. Так, молодец. Следующий, Михаил. Один. Семь минус четыре. Так. Сколько? Три. Найди, поставь. Без снега, без снега. Хорошо. Так, там и два. Семь минус два. Сколько будет? Пять. Пять? Да. Молодец. А ну, посмотрите, тайны сделали? Да. Все правильно? А, пожалуйста, семь минус. Проверьте, проверьте. Ага. Ага. Семь. Так. Тут семь минус один. Так. Шесть. Так. Ага. Укреса четыре. Так, следующий. Молодец. Это нужно проверять. Тут. Кота будет семь минус. Так. Ага. Будет? Пять. Молодец. Отлично. Да. Давай, чек. Молодцы. Памерна, покажи мне цифру восемь. Цифру восемь. Какая цифра находится справа от восьми? Девять. Стоп. Нет, стоп. Я только сказала справа. Найди мне цифру три. Три. Так. Слева от трех какая цифра? Цифра двух. Два. Два. Хорошо. Назови соседи цифры пять. Пять. Сайс. И четыре. Какие цифры находятся между три и шесть? Между три. И шесть. И сэс. Какие? Четыре и пать. Молодец. И еще, скажи мне, после пяти какая цифра идет? После пяти мы указываем сэс. Молодец. Чак. Иди сюда. Так. Микейл, пожалуйста. Микейл, покажи мне цифру четыре. Цифру четыре. Угу. Справа от четырех какая цифра находится? Справа. Так. Хорошо. Назови соседи цифру семь. Цифру семь. Угу. Ну, говори. Шесть. И вот так. Хорошо. Скажи, пожалуйста, перед цифрой восемь какая цифра стоит? Перед. Угу. Перед ней какая цифра стоит? Какая? Угу. Ну, говори. Какая? Семь, конечно. Какие цифры находятся между шесть и девять? Между шесть и девять? Так. Семь. Семь и восемь. Молодец. Спасибо. Я написала вам примеры. Вы их пока не видели. В этом примере, вернее, в примерах, вы должны решить и поставить знак сравнения. Больше, меньше или равно. Готовы? Да. У тебя справа у тебя цифры. Разворачиваемся и начинаем решать. Пожалуйста. Три. Три. Сесть. Пуш. Один. Семь. 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 Напиши. Можешь написать, да? Ой. Наоборот написал. Ничего. Ничего. Давай, давай, правильно. Теперь поставьте знаки сравнения. Что больше? Больше. 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 Семь. Так. Поставьте знак сравнения. Ой, как красиво поставим. Так, следующий пример сейчас. Следующий. Давай, давай мне маркер. А, в кармашек положи. Хорошо. Так. Давай, Микел. Дай это. Восемь. Ага. Прошу. Реши. Десять. Угу. Десять. Минус пять. Спасибо. Пять. Так, пожалуйста. Да, наверху, наверху ставь. Правильно. Больше будет здесь. Я думаю. У нас пять. Молодец. Так. Подожди. Так. Ага. Поставь знак сравнения. Молодец. А теперь, Микаэл, проверь, пожалуйста, работу Тамерлана. Тамерлан. А ты проверь, пожалуйста, Микаэл. Правильно он сделал? Ты будь. Алимана. Разве неправильно? Нет. Честно, неправильно. Нет, правильно, правильно. Он просто ошибся. Так. Все правильно, Тамерлан, у него? Я думаю. Ну, правильно. Все правильно. Все правильно. А ты давай вычисли 8, отними 3. Сколько будет? А ну, посмотри. 8 отнять 3. Так. Он правильно. Ага. Значит, знак сравнения он правильно сделал? Правильно. Так. И наверху посмотри, пожалуйста, пример. 6 плюс 1. Так. Позже правильно. Молодцы. Молодцы, ребята. Чак. Отлично. Ребят, приготовьтесь. Посмотрите внимательно на стол. Какие здесь есть, значит, предметы. Выбери, пожалуйста, Микэйл. Любовь. Я выберу. Так. Хорошо. Ты что выбираешь, Микэйл? Я выберу. Это и это. А, ну выбирай, пожалуйста. Так. Хорошо. Держи. Что ты выбрал? Четатку. И? Хаматин. Это что у нас? Громче. Громче? Громче. Школьные принадлежности. Хорошо. А ты что выбрал? Я выбрал нож и ложку. Так. Это что? Это что за приборы у нас? Какие они приборы? Дай мне, пожалуйста. Какие это приборы? Это. Это кастрюли или столовые приборы? Столовые приборы. Хорошо. Так. Продолжаем выбирать. Я выбрал эту машинку и эту. Хорошо. А ты что выбираешь? Это. Так. Ты выбрал этот. Скажи, это какой вид транспорта? Это на темный. А это какой вид транспорта? На водный. Водный вид транспорта. Хорошо. Ты что выбрал? Собака. Так. Собака. Это у нас школьная принадлежность или игрушка? Игрушка. А вот то, что у тебя в руках, как это называется? Машинка. Машинка. Какой вид транспорта этот? Наземный. Наземный. Хорошо. Теперь, что у нас осталось, ребят? Один вертолетик. Вертолет. Вертолет, скажи, пожалуйста, он у меня наземный транспорт? Подземный, водный. Какой это? Воздушный. Молодцы. Какой? Воздушный. Воздушный вид транспорта. Молодцы.